Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем видео я хотел бы поговорить о том, какие приложения бывают со стороны разработчика мобильных приложений. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать андроид-разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать андроид-приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия, если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и, конечно же, настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии андроид-разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе «Андроид-разработчик за 3 месяца». На этом курсе я сделаю из вас андроид-разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему андроид, а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под андроид и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию андроид-разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс «Андроид-разработчик за 3 месяца». Я помогу вам стать профессиональным андроид-разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. Вообще иерархии, структуры, подразделения, разработки и именно виды разрабатываемых мобильных приложений можно структурировать по различным признакам. Но есть основные виды приложений. Во-первых, существуют приложения сервисные и приложения для бизнеса. В чем разница? Приложения для бизнеса, например, есть интернет-магазин, которому нужно мобильное приложение для того, чтобы более тесно работать со своими потенциальными уже клиентами, которые часто покупали или которые уже как минимум покупают в интернет-магазине. И вот это мобильное приложение позволяет более предрасположить к себе клиентов, для того, чтобы они совершали постоянные покупки. Ну, то есть привязать клиентов к бизнесу, к магазину. Да, это сервисные мобильные приложения. Также сервисным мобильным приложением является приложение для салона красоты. То есть что по факту происходит? Также по факту нужно уже готовых, уже имеющихся клиентов, скорее всего, привязать к себе и с ними такие игровые акции, игровые различные презентации, игровые различные, скажем так, игровое сотрудничество. То есть уже более тесную взаимосвязь настроить со своими потенциальными, ну не потенциальными, уже со своими клиентами. Ну и также можно таким образом переводить новых клиентов по сарафанному радио, когда один человек будет другому рассказывать, какое классное приложение у его мастера есть, у салона красоты, что очень просто взаимодействовать, очень быстро записаться, и там даже личный чат есть. Поэтому вот это приложение для бизнеса, которые очень востребованы в плане, они нужны бизнесу, но у бизнеса не всегда есть деньги на эти приложения. Сейчас мы исключительно говорим про русскоязычный рынок, да, мы не говорим про иностранный рынок. Вот это приложение для бизнеса. И есть сервисные мобильные приложения, которые не предназначены для конкретного бизнеса, а которые по сути своей являются самим бизнесом. То есть у вас есть идея, допустим, вы живете в небольшом поселке, вы хотите есть закусочные, есть какая-то потенциальная возможность доставлять еду, есть возможность прокат велосипедов, ну, есть какие-то небольшие развлечения в маленьком городке, и вы можете структурировать различные услуги, вплоть от доставки еды, доставки там шашлыка, грубо говоря, проката велосипедов, вызова такси, все это структурировать в одно мобильное приложение. Это сервис. Точно так же, как мобильное приложение по прокату самокатов, да, с картой, это сервис. Банальный шагомер, это сервис. То есть это сервисные мобильные приложения, которые являются по своей сути самим бизнесом. Они не для бизнеса, а по сути они являются самим бизнесом. И вот такие мобильные приложения, они очень востребованы в плане, скажем так, спроса на них со стороны пользователей. То есть по факту люди все время ищут что-нибудь интересное и среди мобильных приложений. И такие мобильные приложения очень сильно пользуются спросом. И приложения для бизнеса тоже пользуются спросом, но там нужно доказывать клиенту, для чего ему нужно это мобильное приложение. А сервисные мобильные приложения, они уже, их, во-первых, наполовину потенциально уже ищут сами клиенты, ну, если вы правильно, как бы, подберете идею для создания мобильного приложения. И такие мобильные приложения, они прям нужны клиентам. И проще всего найти на них клиента, потому что клиент по факту уже есть. Не нужно объяснять, почему вам нужно скачать приложение нашего магазина. А эти приложения, они являются по своей сути уже сервисами, и они очень нужны клиентам. И когда вы выходите на рынок, очень часто возникает такой вопрос, какие мобильные приложения создавать. В плане заказной разработки, работы на заказ, лучше делать приложения для бизнеса. В плане создания своих приложений, своих стартапов, лучше делать мобильные приложения сервисные. То есть мы разобрали, какие бывают мобильные приложения. Есть сервисные мобильные приложения, есть мобильные приложения для бизнеса. Есть еще третья категория. Контентные мобильные приложения. Это по факту сервисные мобильные приложения, но которые не предоставляют необходимость сделать какую-то функцию, делать какую-то операцию, да, сделать какую-то, чтобы человек зашел и какое-то действие мог совершить. То действие, для которого предназначены мобильные приложения. А это именно цель мобильного приложения контентного – предоставлять человеку определенную информацию. Приложение YouTube является с какой-то стороны и контентным мобильным приложением. Приложение ВКонтакте с какой-то стороны тоже является контентным мобильным приложением. Хотя по большей части это сервисные мобильные приложения. Но все равно контентные мобильные приложения могут являться частью и сервисных мобильных приложений, и мобильных приложений для бизнеса. То есть, существует 3 видов. Но, опять же, эти приложения вы можете создавать контентные для себя, для своего бизнеса, когда вам уже нужно оно будет. Прямо, чтобы создать какое-то контентное мобильное приложение, попытаться само приложение продать какому-то бизнесу, здесь не будет у вас успеха, потому что бизнес не поймет, для чего ему нужно вообще это контентное мобильное приложение, если у него есть сайт. Тут, в большей части, контентное мобильное приложение даже само по себе не может существовать. Оно будет существовать как часть чего-то, как часть либо сервисного мобильного приложения, либо часть мобильного приложения для определенного бизнеса. Вот три основных подвида мобильных приложений. Сервисное, приложение для бизнеса и контентное мобильное приложение.